Здравствуйте, товарищи зрители! Сто лет и даже 50 лет назад никакого упадка сил у людей, у населения не было. Почему? Ну вот об этом, собственно, это видео. Люди раньше не лежали на диванах, не ели то, что едят теперь, много трудились физически и по объективным другим причинам, о которых вы скоро всё узнаете. Да, очень важно здесь сказать, что энергетики любые, это не источники энергии, они, напротив, отнимают последнюю энергию и последние ресурсы из тела человека. Никаких допингов быть не должно. Только наш организм сам должен вырабатывать энергию. И ещё один постулат. Сахар вызывает усталость. Но не только он один. Ну а теперь я расскажу вам о семи главных причинах, почему человек просыпается уставшим, у него нет сил, упадок сил, утром уже разбитый, нет сил, бодрости, выносливости, энергии и, как следствие, нет активного мышления и плохая память. Почему? Итак, семь пунктов. Первый – это инсулинорезистентность. Дело в том, что чрезмерная, частая и вредная еда, сладкая еда, крахмалистая еда, вызывает рост в крови гормона инсулина, потому что вызывает всплеск в крови глюкозы. Сначала в крови уровень глюкозы растёт, но гормон инсулин проводит глюкозу в клетке. Постепенно глюкоза в крови падает, иногда очень быстро, потому что инсулина вырабатывается, как правило, больше, чем нужно. Когда уровень глюкозы падает слишком низко, возникает гипогликемия. Человек сразу испытывает чувство голода, только ложного голода – это не потребности организма. В перекусах нет вообще потребности, это зависимость, запомните, зависимость. По сути, наркотическая, и связано это со скачками сахара, чередованием гипо- и гипергликемии. Итак, сахар упал ниже нормы, хочется есть. Человек по рекламе перекусывает. Перекусывает, разумеется, чем-то вредным, сладким, быстрыми углеводами. Возникает рост глюкозы, гипергликемия, инсулина вырабатываться должно всё больше и больше, но когда-то клетки уже не могут, не хотят пропускать инсулин вместе с глюкозой внутрь себя в клетке. Клетки просто игнорируют инсулин. В результате в крови растёт уровень глюкозы и инсулина. В результате возникают воспаления. Воспаление любых органов и тканей. Это уже кому как повезёт. Растёт вес, масса жировая увеличивается. В клетках вялые, неактивные митохондрии, наши энергетические станции организма. В них мало синтезируется АТФ, то есть аденозин трифосфорной кислоты нашей энергии. В результате человек испытывает дефицит энергии, у него вялость, тяжесть и так далее. Слабость, сонливость, упадок сил. Что делать? Убирать инсулинорезистентность, кардинально пересмотреть питание. Убрать из рациона питания всё сладкое на вкус. В идеале перевести энергообмен организма с гликолизой циклокрепса на китоз, то есть на расщепление жиров, как главного источника энергии. Не есть после 16.00, то есть ввести в свой режим интервальное питание, или так называемое интервальное голодание 6.18. В течение 6 часов вы едите, ну не подряд прям целые 6 часов, как не в себя, а в течение этого времени 2 или 3, в крайнем случае, приёма пищи. И дальше 18 часов не едите. Об этом у меня было видео. И ещё я оставлю вам ссылки на определённые видео, которые дам прямо под этим видео. Вы их посмотрите, потому что всё, о чём я говорю, там будут подтверждения и более детальный анализ, пояснения, тематические видео. Ну, естественно, убрать из рациона питание надо и мучной, и крахмалы, да? Необходимо потреблять антиоксиданты, которые подавляют воспаление. Ну, из растений, например, крапиву я советую добавлять в салат, в виде, допустим, порошка. Ссылку я оставлю. Ну, а какие антиоксиданты? Например, астексантин, естественно, витамин С в липосомальной форме, дегидрокварцетин обязательно. Вторая причина упадка сил и всего подобного. Это гипотериоз, то есть снижение функции щитовидной железы. Может быть, даже аутоиммунный тереоидит. Тогда ещё снижается память. Необходим йод. Фукус в гелеобразной форме натив, только не сухой. И, конечно, селен. Вот, к примеру, вам пара препаратов профессора Исаева, которые содержат селен в том числе, хотя ещё и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, что очень важно. И дефицит омега-3 приводит и к плохой памяти, практически к слабоумию в крайней форме. Ну и, конечно, это главное в энергообмене. Третья причина – страхи и стрессы. Да, они, хронические страхи, стрессы, приводят к усталости надпочечников. Тогда вырабатывается много кортизола. Кортизол – это глюкокортикостероид. Кстати, даже по названию понятно, что это слово-сочетание похоже на слово «глюкогон». Другой гормон поджелудочной железы, который, в отличие от другого гормона поджелудочной железы, инсулина, делает противоположное. Он распаковывает животный крахмал гликоген, это концентрат глюкозы, до глюкозы, когда глюкоза требуется организму. И организм находится в плане энергообмена на этом пути, на этом этапе получения энергии за счёт глюкозы. Так вот, глюкокортикостероидные гормоны – это как раз примерно та же функция, когда неестественно, сверх меры, заставляет организм выжимать всю глюкозу, тратить её. Так вот, кортизол – этот глюкокортикоидный гормон, он задействует много глюкозы. Она идёт в кровоток, при стрессах, хронических стрессах. Организм просто выматывается, потому что работает вот на сахаре и на износ. Тогда тратится огромное количество витамина В1. Его дефицит у всех, кто испытывает постоянные стрессы, страхи. Принимайте обязательно спирулину органическую био, там есть натуральный В1. Хороший сон, конечно, улучшает работу надпочечников, это очень важно. И что самое главное, физическая работа уменьшает стресс. Нервничайте, сразу занимайтесь активным физическим трудом, постепенно стресс пройдёт, как и его последствия. Подпишитесь на мой данный канал, нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите все видео. Тогда вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это моё видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе поможем, наконец-то, людям стать здоровыми и активными. Четвёртая причина – плохой сон. Особенно с 23.00 до 3 утра. Именно тогда, в этот период, при условии полной кромешной тьмы, вырабатывается в полной должной мере, вот в это время, гормон мелатонин, который управляет очень многими другими гормонами и выполняет большое количество функций и задач. И он даже противораковый гормон. В общем, это важно спать с 23.00 до 3 утра, вот в глубокой фазе сна, в полной кромешной тьме. Пятая причина, ну, конечно, гиподинамия, отсутствие движений. Не надо валяться и сидеть только за компьютером, ЭТВ, лениться. И ведь лень просто ведёт вас, что называется, в могилу. Помните, движение – это жизнь. Активные движения – это активная жизнь. То есть, это постоянные упражнения, физические, кардионагрузки на силу, выносливость. В общем, каждый день нужно заниматься физически. И не один раз в день в идеале. Самый лучший вариант, конечно, физическая работа на земле, на природе. Ну, вот как жили когда-то наши предки, в общем-то, все. Жили, и вопреки тем мифам, лжи подлые, что раньше жили там 30-40 лет, праведной жизни на земле, когда физический человек работает с утра до вечера, люди многие жили гораздо больше 100 лет. Но об этом у меня есть целый плейлист по долголетию и долгожительствам, и где я полностью развенчал мифы, откуда, по какой статистике взялось то, что нам говорят, что раньше жили 30-40 лет. Я там полностью все это подробно поясняю и доказываю, где здесь хитрая подлая игра с статистикой. Идем дальше. Шестая причина – дефицит нутриентов. И тут в первую очередь проблема – это дефицит железа. Говоря об упадке сил. Посмотрите обязательно мое совместное видео с одним доктором. Идет оно 2 часа. Это видео, не имеющее аналогов. Нигде нет такой в сети, да вообще нигде информации про железо, ферритин, гемоглобин, трансферин. Про все эти взаимосвязи. Откуда, что называется, вот эти вот дефициты могут быть. Не буду сейчас про это распространяться. Это крайне важное видео. Посмотрите. Итак, железо. Где его взять? Пихтель – препарат натуральный на основе определенных веществ из пихтовой хвои. Ну и, конечно, это липосомальное железо. Безусловно. Я советую, у кого особенно низкий гемоглобин железа. Ну, во-первых, если низкий, все-таки надо пройти антипаразитарную программу. Потому что, как правило, низкий гемоглобин железа, если у вас нет кровопотерь, могут быть на 95% по причине наличия в организме определенных паразитов. Таких, как, например, аскорид, который пьют кровь прямо из кишечника, пробуравливаясь туда. Ну, так вот, и это есть главная причина анемии. Но, тем не менее, железо необходимо принимать. Вот липосомальное и пихтель – препарат. Советую оба принимать вместе. Эффективность высочайшая. И безопасность полная. На втором месте стоит дефицит магния. Без магния энергии не будет. АТФ не будет вырабатываться, синтезироваться. Магний жизненно необходим. Магний из пищи – это всё то, что зелёное на цвет. Потому что зелёный цвет, благодаря пигменту хлорофилу, образуется который зелёного цвета. То есть, вся зелень – это большое количество магния. Другой вопрос, что люди не едят столько зелени, а это действительно много надо есть. Поэтому всё-таки каждому современному человеку я советую потреблять дополнительно магний, чтобы была энергия, хорошая память, ну, и чистые сосуды. Всё это связано с магнием. Посмотрите недавнее моё видео про магний, вот это. И я, конечно, советую магний 4 в 1 принимать. Почему? Что там в этом видео всё поясняется? Вот этот магний. Итак, магний – это кофактор выработки энергии АТФ. И первый сигнал дефицита магния – это усталость. Калий также необходим для поддержания энергии калий-натриевого насоса. Опять-таки, калий есть в зелени, есть в спирулине. Вот почему есть много причин потреблять спирулину. Биоорганическую только, не лабораторно полученную. Ссылку на неё я оставлю вам под видео. Люди всё равно будут писать, а где это? А где это? Поэтому не обижайтесь, что я повторяю по несколько раз. Приходится. Так, необходимы полифенолы, кетоны, если всё-таки мы говорим о процессе кетоза, на который люди переходят вместо гликолиза в плане пищи, то есть потребления не сладкого, а жиров как источника топлива, энергии. Переход на низкоуглеводистую диету. Необходимы также витамины D3 и К2. И ещё, если вы будете принимать кофермент, коэнзим-Ку-10, то тогда, ну, энергия будет. По сути, это готовая энергия, коэнзим-Ку-10. Ну и витамины группы В. Кстати, в спирулине есть практически вся линейка. Практически. Ну, кроме, ладно, В-12. Вот все. Даже В-17 есть. Ну и седьмая причина, её мы выделим, это дефицит крепких митохондрий наших энергостанций. То есть, когда митохондрии вялые, неактивные. Конечно, необходимо запустить биогенез митохондрий. Как это сделать? Упражнение на выносливость и на силу. Точнее, на сопротивление. То есть, от простой зарядки до кардиоупражнений. Бега там и так далее, посильную, кому как. Теперь кратко продукты, вызывающие воспаление. Повтор, что называется, и дополнение. Конечно, сахар в первую очередь. Всё сладкое на вкус. Любая глюкоза, фруктоза, сахароза. Всё это пагубо, всё это выматывает, убирает, разрушает митохондрии, энергию. И приводит к всему тому, что я говорил выше. Второе, молочные продукты. Да, молочный белок козеин. Это вторая причина. У меня видео про это было. Третья группа продуктов, это варёные крахмалы. Это мучное и так далее. Это, кстати, тоже, как и сахара, влияют на замещение нормальных гипотоцитов фиброзными рубцами, фиброзной тканью. И четвёртое, избыточные жиры. Но только в случае, безусловно, наличия в питании плюс к ним сахаров. Ну и, конечно, масла. Это растительные жиры. Называются маслами. Так вот, некоторые масла очень вредны, потому что там огромное количество омега-6 и 9 жирных кислот. Но мало омега-3 полиненасыщенных или вообще их нет. Я перечислял, вот в этом видео, недавно оно выходило у меня, какие масла полезны, какие можно применять, на каких жарить, какие в салаты, а какие категорически. И почему? Применять нельзя. Посмотрите обязательно. Да, алкоголь, пару слов про него, это не продукт питания. Однако, я должен сказать, что он является одним из главных, скажем, таких ядов, безусловно. Ядов, которые убивают энергию в человеке, убирают от него энергию. То есть, изматывают, изнашивают митохондрии. Угнетают нервную систему. Ну, помимо того, что алкоголь, то есть, этиловый или по-другому винный спирт, это протоплазматический яд, это жирорастворитель. Разрушается головной мозг. Любые клетки организма повреждаются, потому что повреждаются жировые липидные, опять-таки же, мембраны, поскольку это жирорастворитель. Туда проникают уже без защиты. Свободные радикалы, любые мутагены, канцерогены, которые действуют больше, эффективнее, быстрее, чем была бы защита организма хоть какая-то. В общем, это страшное генное оружие, алкоголь. Поэтому мы об этом даже не говорим, но я должен был в связи с энергией сказать. Забирает алкоголь энергию у человека, безусловно. Если вы хотите энергию, здоровье, вот послушайте ещё кое-какие советы. Конечно, нужно разбудить спящие митохондрии, это основа основ. Никаких кофе-энергетиков. Малой энергии принимайте коэнзим Q10. Он необходим для выработки АТФ. Кстати, статины убивают Q10. Кто вынужден принимать статины, вам жизненно необходимо для защиты сердца, в первую очередь, и энергии принимать коэнзим Q10. Какой? Вот этот. Вот этот. Ссылку на него я оставлю. А также, кто принимает бета-блокаторы, препараты от диабета, всегда используйте. Принимайте коэнзим Q10. Не убивайте себя. Мало энергии? Обязательно принимайте Q10. Потом магний, как я уже сказал, вот этот 4 в 1. Д3 витамин, конечно. Итак, витамин В12. Прочие группы бета-спирулина органическая, тем более там много другого прочего. И калия, и так далее, и всё, что необходимо. Витамин С отдельно, конечно, мощнейший антиоксидант, необходимый. Железо и пехтель, о чём я говорил, чтобы не было проблем с железом в организме, и как следствие, там, с трансферином и так далее. Мощнейший источник прямой, чистой энергии, это свободные электроны, это водородная вода. То есть, вот это избыточное количество H2 молекул в воде, которые создаются, ну, либо там электролизом, либо более современной технологией с протоннообменами и мембранами связаны. Я советую, либо мы, если мы говорим о персональных приборах, которые создают такую воду, безопасных, туда не выделялись её на металлы при электролизе, потому что только один металл не даёт разрушения материала с высвобождением атомов в воду. Это платина, поэтому они не могут быть дешёвые. Итак, это персональный генератор водорода и свободных электронов, вот этот. Ну, и из проточных есть несколько моделей, ссылки я вам оставлю. Это просто основа основ, через воду. Вообще, нужен комплексный подход. Дефицит питательных веществ убрать, то есть, насытить организм тем, чего не хватает. Вот о чём я говорил вам. Плюс водородная вода, активная, живая вот эта водородная вода. Плюс убрать сладкое. Предоставить клеткам достаточное количество АТФ. Итак, тело не запасает АТФ. Тело может запасать гликоген, концентрат молекул глюкозы, из которых потом, если нет инсулинорезистентности, тело может получить энергию. Это правда. Но запасти АТФ невозможно. Поэтому нужно держать митохондрии в активном состоянии, с высоким КПД работой, и чтобы их было много. Для этого физически активный труд. Те антиоксиданты, всё, что я говорил, убрать воспаление в организме. Не есть сладкое. Убрать по максимуму из рациона питания всё, что сладкое на вкус. Принимать коэнзин Q10, витамин D3, магний. Всё, что я говорил, повторять не буду. А если вы уберёте из своей жизни сладкое, то энергия будет браться из жиров. То есть, организм переключится, как тумблер переключит человек с одной линии, с одной подстанции условно на другую. Точно так же энергия будет получаться, но и будет больше. Она будет, что называется, чистой, без побочек негативных. Вот если перейти на китоз, как на процесс получения энергии за счёт расщепления жиров. Тогда, кто толстый человек, наконец-то жир будет расщепляться. Потому что организм его будет уже воспринимать как топливо. И ещё, если достаточной энергии, депрессии быть не может. И обратный процесс. Если у вас или у кого-то из родственников, у детей есть депрессии, у них дефицит энергии. И так теряется потенциал жизни, особенно с детства. Вот что самое страшное. Не должно быть дефицита энергии. Не должно быть дефицита сил. И ещё пару интересных моментов. Клетчатка не переваривается. Её в организме у нас переваривают бактерии, кишечные, симбиотические. А если у человека дисбактериоз, тогда будет дефицит питательных веществ. А в сельском хозяйстве у нас применяется во всём мире, что много химических препаратов. В том числе различные глифосаты, которые убивают и нашу кишечную микрофлору. По сути, это сильные антибиотики. Поэтому пищу надо есть органическую, натуральную. Вы спросите, как? У меня об этом было недавно видео. Там три варианта действий. Всего три. Как быть? Вот что у нас есть такая глобальная в мире проблема химическая пища, которая убивает человека. Как быть? Я дал три варианта действий. Посмотрите то видео. Очень полезные ферментированные продукты. Квашеная капуста и квашеные овощи. Лектины, помните, такие специфические белки, вызывают воспаление. Поэтому определенную пищу лучше не есть у кого, тем более, дисбактериозные состояния, хотя бы временно, пока. Например, посленовые. Нельзя есть большое количество еды за раз, объедаться, что называется. И, конечно, не ешьте ультраобработанную пищу. Многократно переработанную, обработанную там термически, разными реагентами. В общем, все то, что в упаковках лежит месяцами и тем более годами хранится. Это есть вообще нельзя. Это не еда. И последнее. Не убивайте. Большой ваш жизненный потенциал с детства. По крайней мере, уже своим детям хотя бы не убивайте его. Смотрите мои видео, и вы будете все знать о том, как функционирует организм. Что ему нужно. И вы получите эти ценнейшие знания. И если не будете лениться, а будете их воплощать в жизнь, вы добьетесь результата, как тысячи людей добились. О чем и пишут мне люди под видео, на сайты, личные письма. Что я часто зачитываю в той или иной связи в моей рубрике, например, «Ответы на вопросы». Ну, а на этом, пожалуй, на сегодня все. Послушайте буквально еще несколько секунд информации. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok